Городские службы сейчас круглосуточно мониторят уровень малых рек Новосибирска. Река Ельцовка-1 протекает практически через весь город. Для нее характерны типичные проблемы малых рек нашего города. Жители частного сектора очень часто выбрасывают мусор во враг возле реки. В результате образуются мусорные пробки, которые мешают прохождению толых вод и создают дополнительные риски подтопления. Ельцовку-1, как и другие малые реки, чистят вручную. Как это происходит, увидела съемочная бригада прецедента. Вывоз снега, очистка и расконсервация ливневых канализаций, конечно, ежедневный мониторинг уровня воды в реках и речушках города. Все это позволяет обнулить риски подтопления в Новосибирске. Мониторинг узких мест, малых рек, которые проходят на территории города Новосибирска. По необходимости очистка их от бытового мусора, который появляется на входных уголовках и создает заторные ситуации, которые потом сподвигают поднятие уровня малых рек и возможное подтопление участков или прилегающих территорий. Чего только не вылавливают спасатели в малых реках, которые протекают в городе. Ну, из крупногабаритных – это деревянные палеты, это колеса автомобильные, покрышки, диваны, холодильники, двери, потом матрасы. Ну, грубо говоря, да, если бы, скажем, все это дело в одном месяце собрать, можно было бы устроить квартиру. 13 лет назад Ельцовка-1 прославилась тем, что из-за образовавшейся мусорной пробки вода поднялась выше уровня оврага и чуть не перелилась через дорогу. Тогда территорию от паводка спасли все те же городские службы. В завершении операции они установили решетку, улавливающую мусор. Она упрощает работу аварийно-спасательной службы. Но не только человеческий фактор может стать причиной подтопления в городе. В первую волну паводка в Новосибирске спасателям пришлось разобрать одну из плотин бобров в Советском районе. Товарищи бобры стараются. Когда строят свои плотины и вызывают такой подпор, и недавно, буквально неделю назад, такая плотина была обнаружена местными жителями. В зоне подтопления находился частный дом и какие-то постройки, поэтому спасатели приезжали, эту плотину разбирали и давали ток воде. Ну, это такое же есть и на территории Центрального округа. В том году довольно-таки много было этих плотин разобрано для того, чтобы вода могла спокойно отекать. После того, как специалисты муниципальные аварийно-спасательные службы очистили оголовок Ельцовки-1, уровень реки сразу упал на 40 сантиметров. Свободное движение талых вод по малым рекам – одно из условий безопасности территории в Паводок. Подтопленных участков в Новосибирске в настоящий момент нет. Первый этап активного движения талых вод, по мнению экспертов, подходит к концу. А из-за температурных качелей этой весной вторую волну Паводка ожидают примерно на 10 дней раньше, чем обычно – во второй декаде мая.